Ой, девочки, не знаю, за сколько дом выставить Юлин, Лешин, не знаю. Потому что Друг продает, не понятно, возьмется только в месте. По месте. Юля в центре живут, в Северской. Да, может быть, в центре. Да, а Друг подальше немножко, ну, не в самом центре. Шикарный дом, тоже одноэтажный, но семь с половиной соток земли. Ну, покажи, вот это для сравнения. Для сравнения можно, покажи. Вот, смотрите, какой дом. Вот такой домик, семь с половиной соток земли, в конце коттеджная застройка. Ну, придомовая еще три сотки. Придомовая, большая, вот такой. Два котла газовые, электрические у него сразу, если вдруг отключат. Ну, он там все грамотно делает. И не просто... Сам электрик. У него не просто септик, короче, как у нас. Он очень круто делает. Да, да, он очень круто делает прямо. И у него не просто септик, там два кольца зарыто там и откачивается. У нас, кстати, обзор делал на его дом еще в стадии строительства. И вот он выставил почем? Восемь с половиной. Восемь пятьсот. Восемь пятьсот. А у нас уже с ремонтом. У нас стоит система очистки воды. Чего у нас еще есть? Автономный полностью. Газ, свет, вода отдельно. Кто там писал, что он Анатолий Григорьевич с нами? У нас Анатолий Григорьевич не с нами. Нет, у Валеры тоже. Он все подключает полностью. Нет, ну... И Валера еще, знаешь, что делает? Ну, мы уже не про Валеру. Он закапывает, короче, в этот... Это реклама уже Валера. Ладно, мы рассуждаем просто. Давай, что закапывает. Короче, не просто септик у него будет, а вот именно вот эта вот система, которая перерабатывает. А, био, ничего себе. Да, да, да. Слушай, на хороший дом-то у него. Нет, он там вообще... Он его опять, смотри, какие минусы. Нет ремонта пока еще. Ну, я имею в виду, что минусы. Это слово, которое будет у нас сформироваться цена. У нас есть ремонт, у нас можно уже заехать, у нас частично будет мебель, у нас есть навесы, у нас есть терраса. Это тоже все стоит денег. У нас территория уже под плиткой. Ну, земля, ладно, фиг с ним, там сколько-то земли завезено. Ну, кое-какие посадки, но они такие чистые, ураншафтные. Да, ты, типа, у нас соответствует цена нашего дома. Сколько? 10 миллионов хотя бы. Думаешь, продадим? А Валера не загнул свой по спросу? Нет. Смотри, Валеркин сейчас вваливать еще и вваливать. Ну, а она такая цена сейчас... Стоп, стоп. По спросу он смотрел, да? Да. Сейчас такая цена. У нас, например, в центре... Я думаю, вам дороже надо ставить. В центре, да, почему? Миллионам 13 надо вам ставить. Не становимся, но к следующему... Там, видишь, как, у нас, например, в центре станицы 3,5 сотки, 70 квадратов дом. Ну, ты знаешь, застройщиков, кто продает. Да, да, да. Вот, они сейчас цены от 7,5 миллионов и выше. Можете их представить? Вот так вот. Ну, это вообще капец. Ну, короче... Ну, интересно, продали или нет? Вообще, да, конечно, продадут. Просто дело в том, что, ну, это вообще... Короче говоря, сегодня разговаривала с одной женщиной здесь, и она уже третий человек, который говорит мне, что немцы, которые уехали 40 лет назад, 30 лет назад, возвращаются обратно. И в станицах покупают хорошие-хорошие котлетки дома. Потому что там еще есть пока участки. Есть подписчица наша, общается с Татьяной Викторовной, с Анатолием Григорьевичем. Тоже приехали из-за границы. Но они, правда, купили сальный участок. У нас там, если не ошибаюсь, улица веселая. И сами строят. Вот. Многие возвращаются в Россию, потому что у нас все-таки... Уровень жизни стал высокий. Да, в сравнении с Германией уже даже... Да, да, уровень жизни. Она говорит, выезжали в 80-х годах, они в 86-м или 87-м выезжали. Она говорит, мы приехали туда, конечно, были просто поражены там и продуктами, и сервисом, и всем-всем. А сейчас, говорит, приезжаем в Россию, мы просто в шоке от того, как живут россияне. И вот приехали сюда. Ну вот, смотри, тетя Галя, которая у нас на улице, на Крылова, тетя Галя с Вадиком, мама его, она рассказывала, что были такие времена, когда была преступность в Северской. Ну мы, конечно, немножко напугались, когда там приехали, она про это рассказывала. Типа Кущевской? Типа Кущевской, да? Не знаю. А, 90-й везде была. Мы у нее спрашиваем, а сейчас как она? Ну не знаю, ну не знаю. Ну вот мы три года прожили, вообще ничего-то нету. Но если я в Краснодаре могла в час ночи стыдей пойти. А, у нас работяги возле, вот, вот, подмечать, в каком-то магазине работяги, просто обычные. И чьи зажигания машины заведены, бросают просто, и все, все поздно нет. А ты видел, что здесь внизу у нас стоит пикап? Пикап стоит. Открытые окна, и он просто стоит на улице здесь. Никому нахер не нужно. Видите, девочки, как понравилось. Машиночка-то раз, привезли, достали в рабочем состоянии. Немножко посмазать ее, но я не знаю, я сейчас посмотрим, получится, нет. Вот у меня есть табрезочки. Не скройте глаза. Давай, моя дорогая. Мое наследство. Мастерица. На все руки мастер, Юля. В кого она такая? В бабушек она такая? В бабушек у меня мама всю жизнь шила, вязала, строчила. Баба Катя тоже строчила, вязала. Мне, кстати, больше нравится ручная, чем автоматическая. Я ее чувствую. А автоматическую ногой... Там надо сноровку иметь. Да. Поставь лампу сюда. Не-не-не. Сейчас я натяжение еще отрегулирую. Все знает. Красиво она украсила ее вообще. Ну, это, наверное, годика четыре было. Потому что я ей 100 лет уже не доставала. Короче, это была ножная машинка. Был привод. Ну да, скорее всего, потому что... Она была ножная. Потом, значит, уже не модно стало эти ноги. Ноги убрали. И по отцу... Ну, в общем, по Ивановской, по отцовской линии идиотка заказала кожух, вот этот столер, вот этот деревянный кожух. Вот этот же? Да, 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 да. Как ее звали? Оля. Нет. Нет. У бабы как звали? Бабушку твою как звали? Баба Нина. Нина. А сестру ее как звали? Как ее сестру звали? Нюра. Да ты что? Нюра, это моя бабушка была. Баба Нина. Баба Нина? Да, ты же. Баба Нина? Нет. Я забыла. Представляешь, мне как отшибло. Значит, сын, племянник был Саша. Саша? Саша. Она была... Свекровь моя Нина. А как вы не сестру звали? Не помню. Александрова. Работала на ЧМК, она в бухгалтерии. Александрова, фамилия у нее была. Угу. Тридцать лет прошло, и я забыла. Это надо же, даже не вспоминала о человеке. Но не Лена? Нет, 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 нет. Оля? Нет, нет, нет. А какое имя было? Александрова. Нет, не Люба, не Люда. Нет. Валя. Валя, Валентина. Валя, Валентина была. Да, это же модно было тогда. Да, Валентина. Вот. И она заказала вот эту кожух столеру. И эту машинку отдала твоему отцу. Но мне потом сказали, что, как бы баба Нина даже сказала, что... Хотели забрать ее обратно? Тетя Валя вот эта, да. Хотела забрать. Очень жалела. Что отдала? Она досталась нам. Вот. Она пригодилась. А у нее бы сейчас стояло. Да, она отдала Вове. А кому там шить-то? У нее один внук был, Витя. И все. И Светка, и Светка. Вот. Сноха. А Юлечка шьет из всех, кстати. Из всех внуков. Ты единственная, кто шьет пурин. Ну вот не знаю. Может, у меня детские. Ну а кто еще? Маша. Оля. Да ну, я не думаю. Не, Маша может быть. Маша любит этим заниматься. Маша, Оля. А Оля, наверное, нет. Может, вяжут. Не знаю. Может, шьют. Надя даже все время шьет. Тетка, тетка. Тетка Юлина. Ну что, нормально? Нормально. Так что вот так вот, девочки. Швея мотористка в работе. Ой, ты открылась с другой стороны, доченька моя, при житье, бытие, с тещей. Да? Да, и с матерью. С другой стороны раскрылась. Прямо девочки от тебя там без ума все. Все. Такая Юля тактичная, спокойная. Такая сглаживающая все углы. Они сильно переживают. Обычные. Да, как мы с дятем там все. Капец. Нашла это. Как она? На камень. Скала на камень. Коса. Коса на камень. Скала на камень. Кто его зовут? Скала. Я скала. Я, да. Что, Павла, это же вообще непробиваемая с ее характера. Да? Ой, я не могу. Так что вот такие дела, девочки. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...